Припаркованные авто и взволнованные грибники. Валентина Пилипенко уже несколько часов не находит себе места. С родственниками. Она в лесу вблизи деревни Дубовка ищет супруга. Зашли в лес, набрали по ведру грибов, вернулись к машине, поставили в машину, пошли второй раз за грибами. Пошли второй раз за грибами, ну, все стали, ну, рядышком собирать грибы и буквально я звала мужа прийти сюда, он пришел и потом все буквально через 15 минут мы стали его кричать и не могли дозваться. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но тщетно. Успокаивало лишь одно, со слов женщины, ее 66-летний муж был в здравом уме и не жаловался на здоровье. Правда, с собой у него не было мобильного. Единственный способ обнаружить Бобручанина был вызов спасателей. Были задействованы сотрудники МЧС в поисковых мероприятиях, сотрудники Бобруйского РУВД были подняты по тревоге. Проводились поисковые мероприятия, проческа лесного массива. Поиски прекратились спустя 6 часов после звонка супруги с неизвестного номера. Пропавший грибник сам выбрался из зеленого лабиринта и попросил у местных жителей деревни Доманово телефон. В общей сложности Бобручанин прошел 6 километров. В медицинской помощи мужчина не нуждался. Специалисты уверены, и стресса можно было избежать, если бы грибник выполнил хотя бы один пункт правил безопасности, о которых уже два месяца напоминают специалисты. Не забывайте, пожалуйста, взять с собой мобильный телефон, воду, свисток. Эти предметы помогут вам в случае, если вы заблудитесь. Как пояснили спасатели, сообщения о пропаже ягодников и грибников на номер 102 или 112 в этом сезоне поступают практически ежедневно. К счастью, каждый случай пока заканчивается благополучно. Ангелина Дегун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.